Когда я училась, художники зарабатывали только лишь, не знаю, рисуя на улицах и продавая свои картины, либо рисуя карикатуры, и это не приносило доход. Настя – графический иллюстратор. Ее направление – векторное изображение. В профессии чуть больше пяти лет. Из них три года совмещала творческие проекты с офисными буднями, но два года назад ушла в свободное плавание. Помогли онлайн-стоки. Там продаются и фотографии, и иллюстрации, и видео, и 3D-объекты. Стоки – это большие маркетплейсы, большие магазины с вот этой вот диджитал какой-то информацией. Изначально, когда я узнала только о стольках, я пыталась зайти туда с фотографиями, но мне не очень сильно это зашло, потому что, видимо, я не фотограф. И спустя какое-то время я узнала, точнее, что, оказывается, можно грузить еще и иллюстрации. И вот потом уже, когда я начала делать вектор, я подгружала вектор. И потихонечку-потихонечку этот заработок пошел. Такая площадка хороша для начинающих фотографов, художников, дизайнеров. Это возможность не творить в стол, а получать прибыль. Но и тут есть свои особенности. Нужно понимать, что сейчас важно. Важно людям, что люди могут покупать на этих стоках. То есть ты всегда находишься в каком-то тренде. Ты понимаешь, что рисовать. Допустим, дракон. У нас следующий Новый год, точнее, следующий год – это год дракона. И я где-то еще в марте, в апреле, я начала рисовать дракона. Почему так рано? Потому что ниша Нового года, она начинает просыпаться летом. То есть летом начинают печататься карлиндари. Летом начинают печататься плакаты, открытки. Сегодня на стоках Настя работает реже. У нее с коллегой свой бизнес-проект. Они создают приложение для детей. Герои, животные. У нас три продукта на запуске. Это больше для деток дошкольного возраста. Это обучающие, развивающие приложения для мобильных и для планшетов. Первая версия – это будет картинка. И мы будем использовать искусственный интеллект и озвучку искусственного интеллекта для того, чтобы рассказать пару предложений о каждом животном. Пакеты с животными морской тематики, домашние животные, дикие животные и так далее. И ребенок будет листать и узнавать про животного. Версия книги про милых персонажей почти готова. Будет и раскраска. Прямо в телефоне ребенок сможет сам придумать цвет герою. В планах создать свой анимационный мультфильм, рассказать и показать историю дружбы, любви и подвига. А пока Настя ведет блог в Инстаграме. Она мотивирует начинающих иллюстраторов создавать, учиться и не бояться находить себя. Ведь творчество – это возможность написать свою историю. Редактор субтитров А.Семкин